Трасса 101 Приветствую, это Трасса 101, меня зовут Владимир Сметанин. Поехали! Московские власти планируют в этом году запретить въезд в столицу автомобилям с низким экологическим классом. По словам главы Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, речь идет только о большегрузах. Те из них, которые не соответствуют Евро-2, не будут пускать в пределы московской кольцевой автодороги. Стандарт Евро-3 обеспечит проезд в районы, прилегающие к Центральному административному округу. Грузоперевозчиков в целом не напугала инициатива чиновников. В частности, один из руководителей Межрегионального профсоюза водителей профессионалов Александр Котов заявил, что сейчас большинство фур в стране соответствует Евро-2. В Германии начался сбор подписей за отмену электронного стояночного тормоза. Такая опция, например, присутствует на Volkswagen Golf седьмого поколения. Немцы ратуют за возвращение традиционного механического ручника, упрекая электронной в небезопасности. Как им пользоваться, если разрядился аккумулятор или отказала рабочая тормозная система, возмущаются автомобилисты. К тому же ремонт обсуждаемого приспособления очень дорогой. Вообще, с годами автопроизводители увеличивают наличие электронных систем в машинах. По мнению кировских водителей, это нельзя считать стопроцентным благом. Я считаю, что электроникой напичкивать машину не нужно. Это небезопасно. Электроника дает сбои. С одной стороны, электроника – это благо для начинающих. А с другой стороны, если машина встанет, то она тут и будет стоять, пока сервис не утащат. Это и благо, и наоборот плохо. Курсовая устойчивость – это хорошо. Много очень ненужных вещей. Если говорить даже о механических тормозах и так далее, они тоже могут выйти из строя. Во всем нужно знать меру. Громкое заявление сделал президент Автоваза Бул Андерсон. Он считает, что у бренда «Лада» есть шансы в течение ближайших лет стать одним из самых узнаваемых в мире, вследствие чего резко возрастет экспорт «Жигулей». Также иностранный специалист пообещал, что через два года на смену «Ладе Приора» придет новая модель. Стоимостью до 400 тысяч рублей. Добавлю, что по итогам 2013 года чистые убытки Автоваза достигли отметки в 7 миллиардов рублей. Трасса 101. Одна из самых запоминающихся поездок в жизни – поездка в Венгрию. Для депутата областного законсобрания Дмитрия Русских. 1991 год. Мы впервые с друзьями еще на наших восьмерках и девятках поехали в Венгрию, Будапешт. Только открыли границы. Мы буквально без отдыха ехали по 18-19 часов. И это было такое наслаждение, что даже и спать не хотелось. И всех больше за рулем находился я, потому что мне на самом деле это очень нравилось. И очень сильно запомнилось, конечно, Карпаты. Крутые повороты, горы. Но мы еще тогда было нам 18-19 лет. Вот мне, да я не осознавал, что уже были какие-то ограбления на дорогах опасности. И буквально где-то в часов 10-11 увидели, что люди начинают комплектоваться в какую-то определенную группу машин. Когда мы проехали все эти трудности, и, конечно, очень сильно тогда удивились именно переезду границы Российской Федерации с Венгрией. Когда совершенно другой взгляд, другие дороги, другая чистота, другая культура. Конечно, тогда это очень все поразило и как бы отложило. Но было приятно, что мы этот путь весь и по Венгрии, и везде проехали на машинах. На наших советских, кстати, восьмерка и девятка, в моем понимании, были очень хорошие машины. Прощаюсь до завтра, пока.